Судьба так называемого бывшего поля нашествия – вопрос, который уже не первый год горячо обсуждается в Эмаусе. Несколько лет назад на этом участке земли, на берегу Волги, началось строительство коттеджного эко-поселка «Город Сад». Но далее нулевого цикла дело не продвинулось. Стройка замерла. Против нее выступила часть местных депутатов и представители общественности. А недавно еще и арбитражный суд вынес решение не в пользу застройщика. К нам в редакцию обратились инвесторы, курирующие застройку этой части Волжского берега, с предложением защитить их интересы. Они утверждали, что новый поселок придаст импульс развитию маусского поселения. Но наше журналистское расследование этой истории показало, что в ней не все так просто и однозначно. Итак, почему остановилась стройка и какова дальнейшая судьба элитных земельных участков на берегу Волги – об этом в нашем специальном репортаже. В 2004-2005 годах эти места гремели на всю страну, причем в прямом и переносном смысле. Здесь проводились крупнейшие музыкальные фестивали «Нашествие». Тысячи людей съезжали сюда со всей России и даже из-за рубежья. Отношение к этому музыкальному событию было разным. Для одних это было главное приключение лета, для других – головная боль. Например, местных жителей в первую очередь, конечно же, волновал не подбор музыкальных коллективов, а организационные моменты – уборка мусора, соблюдение порядка, гостями шоу, ну и, конечно, шум от фестиваля. Как говорится, с учетом пожеланий сельчан, фестиваль в итоге сменил место проведения, а вытоптанное рокерами поле в Имаусе вновь поросло травой. Однако интерес к нескольким гектарам земли на берегу Волги в каких-то 15 километрах от Твери, да еще и с хорошими подъездными путями, в последние годы только нарастал. Самыми предприимчивыми оказались представители финансовой компании «Элькоммерс», выступившие в качестве соинвестора и основного источника поступления средств для реализации здесь проекта жилого поселка под названием «Город-сад». Интересная и важная деталь. Проект курирует Андрей Белокопытов, молодой бизнесмен, основатель и руководитель потребительского кооператива «Элькоммерс Групп», и он же с 2018 года председатель Совета депутатов Имаусского сельского поселения. Став депутатом, Андрей Белокопытов первый же год своего правления в поселке в лице своей фирмы выступил генеральным спонсором проекта «Город-сад» для комплексной застройки берега Волги. Дело спорилось. Под руководством исполняющей обязанности главы Имауса Марии Мельниковой в короткие строки был проведен аукцион, единственным участником которого стал вышеупомянутый «Город-сад». С ними и был заключен договор о комплексном освоении участка земли поля нашествия размером в 11 гектаров на берегу Волги. Заявленной целью инвестора было дать новый импульс развитию поселка, благоустроить территорию, рассчитаться с накопившимися в Имаусе долгами. То есть намерения были вполне благие. Но не все в Имаусе их поддержали. В местную администрацию пошли претензии, жалобы, были даже инициированы судебные иски. Все с одной целью – расторгнуть арендный договор с инвестором. При этом проект «Город-сад», реализуемый на арендованной земле поля нашествия, очень выгоден для поселения. Причину сопротивления глава Имауса видит следующим. Есть определенная группа людей, которые никак не хотят принимать тот факт, что поле нашествия, которое было в рамках аукциона отдано в аренду инвестору, имеет очень хорошие перспективы. Скорее всего, сыграл момент так называемой упущенной выгоды. То есть, а почему не я? По факту, все эти судебные иски к администрации – ничто иное, как попытка завладеть землей. Объяснить такой саботаж я никак иначе не могу. Я говорю, вретте! В свою очередь, недовольная часть депутатского корпуса поселка сочла, что спикер местного совета Белокопытов их не то чтобы обманул, но как минимум ввел в заблуждение. По их словам, на заседании Совета депутатов Имауса при рассмотрении вопроса о необходимости сдавать поле нашествия в аренду все согласились, что делать это можно и нужно. Однако с одним основополагающим «но». Была договоренность проработать детали и главную цену аренды на Совете депутатов. По словам местного депутата Анара Ильясова, на деле было так. Буквально на следующий же день после этого заседания администрация Имаусского поселения в лице Марии Мельниковой объявила о торгах. Очевидно, что она работала, что называется, рука об руку со спикером местного совета депутатов Андреем Белокопытовым. Что интересно, даже протокол, определяющий участников торгов, подписывали все тот же господин Белокопытов и Мария Мельникова. В них было указано, что начальная цена за договор аренды земли составляет 1 миллион 627 тысяч рублей в год. Однако некоторые депутаты Имаусского поселения и представители общественности сочли эту сумму недостаточной, отметив при этом, что инвестор должен был взять на себя больше обязательств по объемам вложений в инфраструктуру арендованной территории. Ион 600 – это слишком мало и неэффективно. Когда человек приходит и вкладывает 100 тысяч условных и хочет получить с этого 300, 400, а то и 500. Разве это справедливый бизнес? Только в России, наверное, так бизнес ведется, что человек заходит с ничем и сразу получает большое количество дивидендов. Вот так не бывает. Однако, по словам депутата Имаусского сельского поселения Анара Ильясова, спикер местного представительного органа власти и одновременно генеральный спонсор компании «Город-сад» Андрей Белокопытов, в августе 2019 года, наоборот, пытался снизить кадастровую стоимость поля нашествия, чтобы таким образом уменьшить стоимость аренды для своей компании. Объективно говоря, по мнению экспертов, сумма ежегодной аренды в 1,6 млн за такой земельный участок не так уж и мала с учетом банковской ставки и низкого уровня оснащенности инфраструктурными объектами этой территории. Впрочем, этим список претензий к ООО «Город-сад» не ограничивается. Более всего вопросов и возмущение Имаусов вызвала копка судоходного канала от Волги к самым элитным участкам возводимого тут поселка. Формально этот канал находится за пределами территории коттеджного поселка, но по факту видно, что он прокопан в аккурат к самым фундаментам еще не достроенных домов на первой береговой линии Волги. Пока шло рытье канала, местные жители терялись в догадках, кто санкционировал эти работы. Активисты и общественники Имаусского сельского поселения с первого дня заключения договора о комплексном освоении поля нашествия высказывали сомнения в законности реализации проекта «Город-сад». Жаловались правоохранительные органы на имевшиеся, на их взгляд, нарушения. Исчерпывающих ответов на эти вопросы от кураторов стройки, а также от администрации поселков и местного депутатского корпуса они получить не смогли. А компетентные органы поначалу довольно инертно реагировали на эти сигналы. А тем временем еще летом прошлого года на берегу Волги, как грибы после дождя продолжали расти фундаменты будущих эко-коттеджей. К ним было проведено электричество от ближайшего населенного пункта школы-интернат, где напряжение в сети, по словам некоторых жителей поселка, упало до 175 вольт. Многие сельчане проявляли обеспокоенности по поводу масштабов стройки. Если культуру строить, то да. Если они свои домики просто заборами огородят, и все сохранится, то ради бога. А если у нас же люди, то все хочется больше и больше, как везде по России. Перегораживают, да, при том канал прорвели, там яхты из огородицы, и не пройти, не проехать. Поток жалов все нарастал, а стройка продолжалась. Ее инициаторы, видимо, действовали по принципу известной поговорки, а Васька слушает да ест. Не дала ожидаемых результатов и прокурорская проверка законности проведенных земляных работ и изменения береговой линии. Представители застройщика заявили, что не знают, кто раскопал этот канал, списав все на неустановленных строителей. Так и не удалось компетентным органам установить все-таки того, кто этот канал копал. Однако, если логически рассуждать, на самом берегу строить запрещено. Вот канал раскопался специально для того, чтобы вода оказалась прямо вот еще вот у непостроенных вот этих вот домов. А для чего? Практически. Ну, это повышает конечную стоимость продажных участков. Ситуация значительно изменилась лишь в прошлом году, когда по настоянию руководства Калининского района в дело вмешалась сначала прокуратура Калининского района, а потом и прокуратура Тверской области. И вот в 2020 году было подготовлено и направлено в арбитражный суд исковое заявление о признании незаконным договора аренды поля нашествия. А 9 февраля 2021 года суд вынес решение по делу о признании недействительными торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под комплексное освоение территорий и сам договор о комплексном освоении этого земельного участка. Кроме того, суд постановил в месячный срок со дня вступления решения в законную силу возвратить администрации имаовского поселения арендованные земельные участки. Но и тут, как оказалось, возникает серьезная проблема. Представители имаовской администрации опасаются, что в связи с расторжением договора аренды ООО «Город-Сад» может затребовать от них выплату неустойки за фактически понесенные застройщиком расходы. А это ни много ни мало десятки миллионов рублей. Впрочем, более точно затраты на стройку сможет проверить и назвать специальный независимый оценщик. Плюс администрация поселения, возможно, придется вернуть инвестору сумму арендных платежей за два года в размере более трех миллионов рублей. Досады по этому поводу не скрывает и депутат имаовского поселения Максим Куров. Очень жаль, что такие значимые проекты имаовского сельского поселения могут быть свернуты в угоды политических амбиций и зарабатывания политических очков некоторых депутатов имаовского сельского поселения. Когда жителям преподносят борьбу за землепоселение, что на самом деле является ложью. Я специально сегодня захватил на встречу документы, которые были заключены после проведения аукциона между администрацией сельского поселения и организацией, победившей в конкурсе. Первый – это договор аренды, который говорит о том, что землепоселения всегда оставались и остаются в собственности имаовского сельского поселения. Второй же договор комплексного освоения поселения – это тот основной договор, по которому организация должна была производить комплексное освоение территории. А это самое главное – дороги, газопроводы, электричество, водопровод и канализация, которые впоследствии должны были передаться безвозмездно в пользование администрации имаовского сельского поселения. При потере данного проекта поселение лишается данных коммуникаций. В итоге при расторжении договора администрация будет обязана вернуть арендные платежи, а это порядка 3 миллионов рублей за два года аренда. А также организация может обратиться в суд по издержкам, понесенным в результате реализации проекта, а это порядка 30 миллионов рублей, что составляет более годового бюджета. Вот к чему приводят амбиции политические игры некоторых депутатов нашего имаовского сельского поселения. Чем все закончится до конца не ясно, но перспективы таковы. Инвестпроект «Город САД» скорее всего будет окончательно свернут, а многострадальное поле нашествия может быть изъято в безвозмездное пользование сторонней организацией. Председатель имаовского совета депутатов и одновременно куратор проекта «Город САД» Андрей Белокопытов полагает, что палки в колеса инвестпроекту вставлял другой народный избранник, депутат Анар Ильясов, имеющий, по его мнению, свои виды на Волжский берег. Сегодня уже довели до того, что вопрос по полю нашествия рассматривается в судах. И меня, как председателя совета депутатов поселения, очень беспокоит сложившаяся ситуация. Смотрите, что получается. Суд не успел вынести решение, а на поле нашествия уже появились желающие. Причем получить это поле они хотят абсолютно на безвозмездной основе. А вот тема с судом активно продвигается и в некоторых средствах массовой информации, которую всегда с удовольствием комментирует лишь один человек, это Анар Ильясов. Анар Ильясов никогда не говорит о том, куда в итоге может уйти эта земля. А вот я вам отвечу. В администрацию Мауса пришли интересные письма. Сперва письмо от Тверского бизнес-инкубатора со словами «отдайте нам безвозмездно эту землю», а потом такое же письмо от Министерства земельных отношений. Соответственно, возникает закономерный вопрос, чьи же интересы лоббирует эта инициативная группа во главе с Анаром Ильясовым. Между прочим, депутатам поселения. Эта группа лиц уже не один год всеми возможными и невозможными способами пытается расторгнуть договор аренды с ООО «Городсад». Регулярно искажает, подтасовывает факты, порочит честь и доставинство местных депутатов, которые действительно заботятся о себе поселения. И вот для меня, как для депутата Мауса, в первую очередь, эта ситуация очередное одно. Определенные лица землю просто хотят прибрать к рукам. А поселение опять оставит с долгами. Что ж, такой исход был вполне предсказуем. Ведь, как еще полтора века тому назад заметил наш земляк-баснописец Иван Крылов, когда среди товарищей согласия нет, на лат их дело не пойдет. Видимо, создавать город-сад на Волжском берегу не суждено ни одноименной кампании, ни другим известным в настоящее время интересантам. Ведь, согласно имеющимся у нас документам, после исполнения решения арбитражного суда, признавшего недействительным аукцион по передаче в аренду земельного участка на берегу Волги в Имаусе, скорее всего, эта земля сначала вернется на баланс поселения, а потом будет передана в государственную собственность. И очень хочется надеяться, что она не только не будет пустовать, а будет эффективна и в строгом соответствии с законом и пожеланиями общественности, освоена рачительными арендаторами или собственниками, что принесет максимальную пользу имаускому поселению и, самое главное, его жителям. А мы обязательно проследим за развитием событий и расскажем об этом в наших репортажах.